И транспортно-технический, ну то есть автобазу, который пусть занимается управляющими делами, а не женщина, окончивающая гуманитарное образование. Чисто правоматичный подход, никаких там нет подоплёк, всё равно всё под одним руководителем находится. И когда-то, ну будем говорить, искусственно было объединено. Я просто выставляю, если посмотрите структуру предыдущего служеба, так оно всё и было. И было очень удобно. И кроме этого, было немножко эффективно. Значит, ничего управляющего делами будет. Управление архивной работой и врачистых патит, которое было всегда управляющими делами, но так как это должно в своё время сократили, его искусственно эти архивы предыдули к Маргарите Александровне саму по гуманитарным вопросам. А сейчас, как бы мы их отдаём туда, и архивы должен находить. Что такое урочистый патит? Мы содержим с вами два городских дворца. Это дворец торжественных событий, в котором все тут присутствующие люди, взрослые, я уверен, бракосочетались. Почти все, наверное. И дворец регистрации новорожденных на улице Лягина. Мы их не отдали в своё время юстиции. И для того, чтобы их содержать и использовать, нам был нужен балансодержатель. Нам был нужен балансодержатель. Мы создали эту прорезь. Это было давно, ещё в 2002 году. Так оно до сих пор существует. В принципе, все переданные нам городские архивы сегодня находятся в прекрасном состоянии. Если посмотреть на наши дворцы, кукол, и посмотреть, например, на здание управления юстиции, где они могли бы быть, то пусть они лучше остаются у нас, и мы будем содержать и память невесты, пусть там на улице, чем поставлено, стоит и так далее. Вот такая вот... Я хочу по блокам, потому что сейчас я подаю ещё одному принципиальному вопросу. Вы не против, чтобы мы разделили эти две функции, и вместо единицы одного заведителя, о котором я скажу чуть позже, одного из замок, то есть количественного? Мы бы не было вот так вот разделили. Это будет эффективнее, если вы увидите, что здесь есть какие-то сборы.